Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге чисел. И сегодня мы будем читать 11 главу. Она начинается словами «Народ стал роптать вслух Господа». В этой главе несколько тем. Первая тема – Тавера, пожар в стане. Далее – люди, недовольные манной и хотят мяса. Господь утешает Моисея, 70 старейшин. И перепела – те, кто их ел, умирают. Итак, глава начинается словами «Народ стал роптать вслух Господа». Вот здесь все немножко непонятно, что значит народ стал роптать вслух Господа. То есть они стали специально наговаривать на Моисея, на Аарона и стали говорить, чем они недовольны, что значит вслух Господа. То есть они планомерно хотели, чтобы их претензии выслушал Господь и дал бы им другого вождя, другого правителя. По сути дела, они клеветали. И хотели, чтобы Господь услышал их претензии, хотя и не очень обоснованные, и было бы какое-то решение. «И Господь услышал, и воспламенелся гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана». Господь услышал и оценил, что все, что они говорили, – это клевета, это наговоры. «И возгорелся у них огонь Господень и начал истреблять край стана». Край стана, есть точка зрения, – это то место, где обычно находились всякие сброды людей, которые вышли с евреями из Египта. Край стана, это одна точка зрения, то есть они как бы сохраняли в себе дух и дало поклонство. А другая точка зрения, край стана – это аристократы еврейского народа, то есть лучшие из них. Потому что когда Господь наказывает, он наказывает, начиная как бы с тех, которые ответственно должны вести себя. И край стана – это, возможно, особое место, где находились старейшины. Не в гуще толпы, не в окружении черни, а в особом свободном пространстве. Но есть как бы два взгляда на это обстоятельство. «И возобил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь». Вот здесь мы видим, что сначала народ роптал вслух Господа, Господь отреагировал на их ропот огнем, и тут они поняли, что теперь им надо возобить к Моисею. Они наговаривали на Моисея, чтобы он помолился Господу, и чтобы утих огонь. «Огонь утих, и нарекли имя месту всему Тавера, то есть горение, потому что возгорелся у них огонь Господень». Наказание всегда соответствует вине. И как в этом народе возгорелась неприязнь против Моисея, в ответ на это возгорелся огонь от Господа. Далее говорится о том, что люди были недовольны манной и хотели мяса. На самом деле в этом есть тоже некая проблема. Дело в том, что древние предания настаивают на том, что манна обладала таким свойством, что когда человек ее ел, вот если он что-то хотел поесть в этот момент, вот манна приобретала такой вкус. Поэтому это был неоправданный такой какой-то сговор. И мы читаем, «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти». Вот эта толпа, которая присоединилась к ним, всякий сброд при выходе из Египта, они здесь называются пришельцы, стали обнаруживать прихоти. «А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом». Вот здесь как бы все поменялось местами. На самом деле верующие должны подавать пример слабоверующим или неверующим, а не наоборот. А здесь роль детонатора выполняют эти пришельцы. И сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, а ничего нет, только манна в глазах наших». На самом деле вот здесь конструкция предложения фантастически сложная. на самом деле, они говорят, только манна в глазах наших, а когда мы хотим, чтобы она приобретала какой-то вкус, она приобретает. Они говорят, мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Значит, это те люди, которые еще застали египетское рабство. И они дальше перечисляют огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. И ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Да, манна. Но манна – это универсальная пища. Это пища от Бога. Она обладала всеми свойствами, и древние евреи считали, что она повторяла любой продукт по желанию человека, кроме огурцов. Уж не знаю, почему так. И далее говорится, «Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдулах». Здесь тоже такое как бы противоречие. Сначала они говорят «только манна в глазах наших», а потом говорится о манне очень хорошо. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдулах, то есть как некая такая драгоценность. Подобная семени – это значит, что она была круповидная. Ее ходили, собирали. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок ее в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. На самом деле, вот здесь надо ставить вопросительные знаки. «Разве народ ее молол в жерновах? Или толок ее в ступе? Разве народ варил ее в котле?» Манна, она сразу была готова для употребления в пищу, потому что она таяла на солнце. Как же там можно варить то, что тает даже на солнце? И делали из нее лепешки, то есть очень просто. Собрали манну, придали какую-то форму. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Ну, на самом деле, в оригинале муки с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Здесь, конечно, для переводчика это головная боль. Вот такой фрагмент переводить, потому что смысл меняется до противоположного. Дальше идет тема «Господь утешает Моисея и 70 старейшин». Но немножко хочется сказать о ропоте народа. Сейчас тоже люди ностальгируют, вспоминают советские времена, я вот тоже вспоминаю советские времена. Мне очень нравились советские пельмени. Вот сейчас такого вкуса, такие упругие, вкусные, я не обнаруживаю в тех пельменях, которые продают. Может быть, бумаги не хватает в них, но как-то вкуснее все было. На самом деле это связано с тем, что мы тогда были дети, мы были молодые. И любой продукт мы воспринимали очень легко, со вкусом. А с годами, с годами ощущение вкуса меняется, притупляется. Поэтому дело не в советских временах или в постсоветских временах. Дело в том, что мы сами меняемся с годами. А когда мы испытываем ностальгию, как бы по каким-то временам, на самом деле это ностальгия по собственной молодости, которая ушла по собственному детству, когда мы ввели беспечный образ жизни. Причем культ молодости это культ тех сексуальных возможностей, которые были в молодые годы. И которые с годами, особенно пожилых людей, уже теряются эти возможности. Поэтому они ностальгируют не о лучшем обществе, а о том времени, когда были более способны к осуществлению греховных деяний. И это проблема. Итак, далее говорится, как Господь утешает Моисея и о семидесяти старейшинах. «Моисей слышал, что нарост плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея, что прискорбно было для Моисея. То, что народ живет не теми ценностями, которыми надо жить. И то, что гнев Божий воспылал против них, потому что Моисей переживает за них, ведь Господь может их уничтожить. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучаешь раба твоего? Почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа? Всего». Моисей как бы говорит, я уже устал нести бремя этого народа. «Разве я носил в очеве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты склятвый обещал отцам его?» Мы не очень понимаем, откуда берутся эти слова, которые сказал как бы Бог Моисею, неси его, то есть народ на руках твоих, как нянька носит ребенка. Далее Моисей говорит, «Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу всему? Ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам есть мясо». На самом деле мясо – это предлог. Чеснок, лук, огурцы. Они устали жить под под ермом заповедей. А в Египте была вседозволенность. Поэтому для них вот те продукты, которые они требуют, это некий такой эвфемизм, за которым скрывается разнузданный образ жизни. «Откуда мне взять мясо, чтобы дать народу сему, ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Вот здесь он показывает удивительное качество, он воспринимает бедствие народа как собственное бедствие. Возникает вопрос, а почему у них нету мяса? Ведь они выходили со скотом, с множеством стад. И вот это как раз объясняет, что это предлог вседозволенности жизни в Египте. Они себе там могли много что позволить. Вот это тревожит их. «И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скине собрания, чтобы они стали там с тобою». Ну, непонятно, а уже мы знаем, что старейшины были собраны. Уже были собраны. О чем тут речь? Речь идет о том, что те старейшины, скажем так, первого призыва, они сгорели вот в этом огне, который воспламенился, потому что аристократы несут ответственность за простой народ. Для этого и существует, собственно говоря, дворянство, аристократия. Они должны воспитывать, образовывать людей, ставить перед ними реальные задачи. «И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, то есть новых 70 мужей, из старейшин Израилевых, старейшины это авторитетные люди, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его. То есть ты должен знать этих людей, которых ты будешь ставить на ответственную должность. «И возьми их к скиньи собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою и возьму от духа, который на тебе и вложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не ты один носил. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте». Вот вторая фраза «хорошо нам было в Египте». Вот это самое главное, почему они бунтовали. «То и даст вам Господь мясо и будете есть мясо». Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней, не двадцать дней, но целый месяц будете есть, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. Здесь очень непонятно, почему народ должен очиститься, привести себя в какой-то порядок, одеться, что для того, чтобы есть мясо, надо совершать какие-то ритуальные очищения. нет. Речь идет о том, что последует наказание, а вот к наказанию любому, там, смертная казнь или что-то еще, человек должен готовиться. Поэтому на Руси было принято, человека приговаривали к смертной казни, отрубление головы, на него одевали чистую рубаху, чистые портки, он должен, как бы, идя в последний путь приготовиться и внешне, и внутренне. Всегда приходил священник. Когда была казнь стрельцов на Красной площади, Петр первый принимал участие, и когда один стрелец поднимался на Ишафот, а Петр перекрыл как бы дорогу, и стрелец сказал, отойди-ка, царь в сторону, я иду умирать. И царь отошел в сторону, потому что этот момент это особый момент в жизни человека, поэтому приготовиться они должны были к наказанию, а не к поеданию мяса. «И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и валов, чтобы им было довольно, видите, были и овцы, и валы, или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их». Рыба для египтян это была почти не пища, поэтому они действительно могли даром ее давать своим рабам. «И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? В чем ты усомнился? В чем ты усомнился? Бог дает вам хлеб с неба манну, а ты сомневаешься, что Господь пошлет мясо? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет». Вот здесь Моисей допустил такое маловерие, он стал считать, сколько людей, сколько надо мяса, чтобы их накормить. «Рука Господня не коротка. Моисей вышел и сказал народу слова Господня и собрал 70 мужей, точнее, выбрал из старейшего народа, то есть из авторитетных лиц, а не понятно кого. Очень важно, когда и наши правители выбирают не просто каких-то случайных людей, которых к ним подвели, а людей, которые уже имеют авторитет в народе. А когда появляются какие-то новые представители власти, никто их не знает, это как какие-то бессеняты из табакерки, непонятно кто. Моисей вышел и сказал народу слова Господни и собрал 70 мужей из старейшин народа, то есть из авторитетных людей, и поставил их около скинии, и сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. То есть для самих этих старейшин это был момент их как бы посвящения, чтобы они с большим доверием относились к Моисею. Но они не стали пророками, они пророчествовали вот ровно в этот момент, когда облако сошло, как и царь Саул, который оказался среди пророков. Он стал пророчествовать, но это не значит, что он стал пророком. Двое из мужей оставались в стане, то есть не пришли к скиней собрания, одному имя Элдад, а другому имя Мадад, но на них почил дух, они были из числа записанных, только не выходили к скиней, то есть Моисей внес их в тот список, который он составил. И они пророчествовали в стане, то есть среди народа. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, Элдад и Мадад пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус сын Авен, служитель Моисея, один из избранных его сказал, Господин мой Моисей, запрети им, но Моисей сказал, не ревнуешь ли ты за меня? Помните, как апостолы узнали, что один человек ходит и именем Иисуса Христа исцеляет людей, но как бы не принадлежит. к церкви апостолов, к собранию апостолов. И они говорили Господу, надо ему запретить, а Господь говорит, нет, оставьте. Тот, кто не против вас, тот за вас. И мы тоже иногда ревнуем, когда какие-то люди, малогоцерковленные или там хуже того и не совсем православные вдруг проявляют какие-то духовные качества, мы говорим, как же так, надо им запретить. Ну, а Духе Божьем сказано, Дух дышит где хочешь, ты голос слышишь, откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Бог может через ослицу говорить, но это не значит, что она стала членом церкви. но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня, то есть не надо за меня ревновать, я радуюсь тому, что пророчествуют. О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа своего на них. То есть Моисей не является сторонником вот своей какой-то исключительности, нет. Он хочет, чтобы все были пророками. И возвратился Моисей в стан, он и старейшина Израилевая. И далее мы читаем, и поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов и набросал их около стана. На путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана на два почти локтя от земли. Вот столько перепелов набросал Господь с неба. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, и кто мало собрал, тот собрал десять хомеров, это много, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвою. Вот поэтому им было сказано, очиститесь, приготовьтесь. и нарекли имя месту сему Киброт Гаттава гробы прихоти, гробы прихоти, или могилы прихоти. Прихоть приводит человека в могилу, как и любая страсть начала смерти, любой грех суицидален. Ибо там похоронили прихотливый народ, прихотливый. От Киброт Гаттавы двинулся народ в Ассеров и остановился в Ассерове. Итак, сегодня мы читали с вами 11 главу книги чисел. Если будем живы, Господь позволит следующий раз будем читать 12 главу этой книги. Спасибо с Христосом. с Христосом. С Христосом. С Христосом. Продолжение следует...